Вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Продолжаем утро на Болткоме. Олег Пеков в студии. Со мной вот прям вот так приятно, когда приходят гости прямо в студию, как в старые добрые времена, когда вообще сейчас это как-то уже кажется, вот человеческое общение становится роскошью. Тем более такой же роскошью становятся и концерты. И вот на эту тему, может быть, немножко и печальную для артистов, мы продолжим говорить. Тамара Рудковская, наша замечательная, прекрасная латвийская исполнительница, автор песен с нами в студии. Всем доброе утро. Тамара, вот подводи итоги года. Каким он был? Все вот ждали, может быть, конечно, что он будет более веселым, радостным для артистов, артистов культурного цеха, но я понимаю, что все-таки этот год со всеми этими дельтами, микронами был таким же, как и прошлый. Да, он был очень непросто, но хотелось бы выделять только хорошие моменты. Все-таки, скажем, отсутствие концертов дало больше времени посидеть, поработать на студии. То есть, везде нужно искать свои плюсы. Это, конечно, очень сильно не хватает всей этой энергии, встреч, живого общения. Да, общение даже с музыкантами элементарно, какие-то репетиции. То есть, получается, так изолирован на студии. Да, это больше плодотворная работа происходит, но не хватает эмоций. А совсем не было возможностей? По-моему, уже там были какие-то окна, возможности открывались, то летом, то чуть-чуть осенью. Ну, у нас были моменты, да, у нас было одно выступление в конце августа. Вот, но все эти ограничения, какие-то входы по коин-классам, все это как-то, не знаю, немножко портит всю атмосферу. Но у нас, скажем, был вот сейчас концерт у Серого Волка, был день рождения, и он организовал онлайн-концерт. И для меня это было вообще впервые. Я все время думала, что ну как онлайн-концерт, это же, ну кто это смотрит и вообще, в чем смысл, неинтересно. Но оказалось, это очень даже весело. И нам было весело, как и исполнителям. Мы собрались на студию у Глеба СТХ и оттуда вещали. Нам там было весело, и плюс я была удивлена, насколько много людей подключилось. И то есть параллельно вот в прямом эфире все писали комментарии, мы там параллельно тоже общались с ними. Было здорово, прикольный опыт. Но многие жалуются, все равно говорят, что это как бы такое суррогатное, как будто бы общение. Нет? Ну я имею в виду, что все-таки, ну вот как-то... Ну я так жаловалась. Я думала, что ведь самое главное на концертах, это ведь, во-первых, то, что ты видишь людей вживую, и самое главное, это энергия, которую ты получаешь, которую ты даешь. И эту энергию невозможно передать через интернет. Ну вот так. Но есть что-то другое, да. То есть это какой-то заменитель такой небольшой. Ну да, хотя бы лучше так, чем вообще не общаться с публикой, не иметь концерта. То есть понятно, что это хотя бы все-таки лучший вариант. Насколько вот артисты действительно вот общаются часто ли друг с другом, поскольку эти, ну тоже ограничения на общение. Ведь я понимаю, что песни ведь тоже рождаются очень часто из каких-то джем, каких-то сессий, когда просто кто-то блинчит на гитаре, кто-то вдруг подбирает еще какой-то там риф гитарный, кому-то приходят на ум какие-то строчки, слова. И вот как-то вот все вместе складывается и получается песня. Да, но я хочу заметить, что, не знаю почему, в последнее время как раз таки с друзьями-музыкантами я общаюсь больше. И, ну чаще мы это делаем через интернет. То есть мы посылаем друг другу голосовые сообщения и как-то друг друга мотивируем. И потому что такими волнами бывает, когда один как-то у него какая-то демотивация, и второй мотивирует, и наоборот. И вот у меня сейчас как раз в следующем году планируется много совместных работ, над которыми уже сейчас идет интенсивная работа. И как раз таки все это происходит по большей степени через вот онлайн-общение. А что значит совместные работы? Ну, фиты, это когда, допустим, два музыканта и потом исполняет один куплет мой, второй куплет другого. Да, и получается, что тоже через интернет как-то, ну скажем, вначале кто-то создает музыку или там в других моментах музыку, может быть, мы где-то на студии соберемся, сделаем, а потом там записал куплет, послал какой-то кусочек по интернету, тебе прислали ответ, как это, ну и то есть и постоянно такие какие-то обсуждения происходят. Ну и вот в чем такая, не то чтобы выгода, тут понятно, что здесь с одной стороны есть фанаты там одного артиста, фанат другого, вот две фанатские базы сливаются, а в чем вот такая, не знаю, прелесть того, что разные исполнители, они сотрудничают вместе? Я понимаю, что вот, ну, единовременно, просто на каком-то одном проекте, на одной песне. Ну, скажем, это приводит, наверное, ну вот, предположим, у меня есть друг-музыкант Серый Волк, мы с ним постоянно выступали вместе, организовывали вместе концерты уже на протяжении восьми лет, по-моему, и на удивление у нас нет ни одной совместной песни, но такой полноценной, то есть там где-то я попивала как бэк-вокал, было пару записей, но такой полноценной совместной работы у нас не было. И вот спустя восемь лет или девять даже, мы вдруг решаем, и там тоже абсолютно случайно это получается, что всё-таки, ну, как-то надо совместную работу какую-то сделать. Я даже не знаю, это не так, чтобы какая-то цель, чтобы вот мне там заполучить его фанатов, а ему моих. Нет, нет, ну, не такая цель абсолютно. То есть это как-то гармонично происходит, что приходит момент, когда ты понимаешь, что, ну, какая-то история уже есть, и мы можем вместе что-то создать, написать. И так же происходит с остальными моими друзьями-музыкантами. Как вообще зарабатывают деньги музыканты? Потому что я с ужасом иногда думаю, нет концертов. Сейчас, ну, музыканты ведь уже как бы махнули рукой на то, что музыка распространяется уже в интернете, там все считают уже просто само собой разумеющимся, что бесплатно слушать музыку в интернете. То есть на чем зарабатывают? Может быть, на этих платформах, Spotify, там, на... Да. Ну, как раз-таки раньше было так, что музыку бесплатно можно было достать, а сейчас больше. Вот пошло, что даже в Латвии, там то, что в Россию сейчас перешло, вот Spotify, то, что все подписываются. Даже я недавно приобрела всем, ну, на Spotify. То есть теперь это платно все у меня происходит. Если до этого я там скачивала со всяких нелегальных сайтов, кавить, так нельзя делать. Вот. И мне кажется, что все-таки сейчас больше возможностей есть, что если у артистов вот на Spotify крутят, больше есть возможности заработать. Но лично я никогда музыкой не зарабатывала денег, даже не на концертах. То есть растраты там на репетиции, на подготовительные работы, они намного больше, чем ты получаешь там на каких-то концертах. И чаще мы выступали даже бесплатно. Ну, то есть это больше такое, ну, как сказать, ну, ты делаешь то, что тебе в кайф. И тут речь идет вообще не о деньгах. А вот тогда все-таки что дает вот это увлечение музыкой, то есть исполнение? Что оно приносит в жизнь? Приносит эмоции, начиная от того, когда создается композиция, то есть она же откуда-то появляется, тебе либо грустно, либо весело, и тебе хочется, рождается какая-то мелодия, ты начинаешь писать, у тебя во время этого всего процесса творческого ты переживаешь очень много разных эмоций каких-то, и даже радости там от того, как это классно получается, и потом какого-то разочарования или еще что-то. То есть это, ну, это жизнь. Я лично без этого не могу, у меня от этого горят глаза, и да, если я не делаю музыку, то становится грустно. Сколько песен вообще сочинено уже к этому моменту? Ой, я так точно не считала. Не знаю, много. Есть много песен, которые, допустим, вообще нигде не выпущены, даже на концертах не были исполнены. То есть они такие, я их считаю, что, ну, не подходят они, недостаточно хороши. Есть песни, которые много не выпущенных, но мы с ними уже активно выступали там на протяжении трех лет, наверное. Это количество, но мне сложно сказать. Не знаю, больше 50, наверное. А есть ли песни, которые были, ну, условно говоря, подарены кому-то, ну, или отданы другим исполнителям? Вот, кстати, ну, у меня был период времени, когда я занималась звукозаписью у себя на студии, и ко мне приходили ребята, и то есть были несколько заказов, когда я сочиняла музыку и слова, но это больше такое коммерческое. И, ну да, такие. А так, чтобы вот просто дарила, как-то больше в обратную сторону у меня работает, что мне вот, мы плотно сотрудничаем с Еленой Тоновой, она мне написала три песни. То есть она прислала стихи, говорила, что она бы с радостью, чтобы я их исполнила, и они мне подходили как бы духовно, и вот у меня есть уже три композиции, где слова Елена Тонова. Также вот предыдущая у меня композиция вышла «Обними меня осень», она вообще в другом совершенно стиле, её написала Татьяна Тиминска, то есть она мне просто написала, что вот у меня есть песня, я бы хотела, чтобы она жила, но я сама её исполнить не хочу, не могу, вот, и интересно ли мне. Ну вот мне понравилось, это совершенно другой какой-то стиль, и я её выпустила. Кстати, вот говоря про Елену Тонову, она недавно тоже была на студии, я понимаю, что планы у неё в следующем году сделать какой-то сборный концерт вот именно со своими, с песнями на свои стихи, и она уже прямо вот называла, что да, вот мы там Ана Рудковская Буни тоже у нас выступает, то есть я так понимаю, что уже всё-таки хоть на следующий год уже какие-то такие планы более-менее выкристаллизовываются. Да, мне вот что нравится у Елены Тоновой, что она заранее всё планирует, и это было уже договорено, уже известно, какие артисты будут принимать участие в этом концерте, он произойдёт летом, я не помню точную дату, в Елгове там шикарный концертный холл, и вот там, да, мы будем устроим концерт, и то есть я там исполню три композиции, где автор слов и Елена Тонова. Но будем надеяться, что всё-таки ситуация, ну, не может, мне кажется, вот бесконечно продолжаться в таком вот режиме, потому что, ну, мне кажется, что люди тоже устали по тому, что они не чувствуют, ну, какой-то вот, они лишены культурной вот этой жизни, когда люди ходят по концертам, выступлениям, спектаклям, и получают какую-то, вот, ну, не знаю, отдачу, ведь это, мне кажется, гораздо больше, чем просто развлечение, потому что без этого, ну, человек лишается как будто бы смысла жизни, ради чего просто ходить на работу, домой и вести какое-то такое животное состояние, то есть, ну... Я абсолютно согласна, вот это живое общение, вообще, когда только началось, что, ну, этот запрет пошёл, вот я и много моих друзей, ну, музыканты, ну, прям это было сложно, то есть, как будто тебя оторвали вообще от социума, как будто тебя заперли в клетке, и такое чувство, что ты не свободен, ты не можешь делать, что ты хочешь, и, ну, да, вначале было тяжело, а потом как будто пошло смирение, но потом мы начали находить просто какие-то другие варианты, но действительно этого не хватает, помимо того, что, ну, музыка и энергия, это ещё живое общение, это какое-то знакомство с людьми, ну, социализация, ну, это, да, я надеюсь, что это скоро закончится. Я тоже очень надеюсь, тем более, что, вот, я понимаю, что копятся новые песни, которыми хочется поделиться, и поделиться в том числе и на концертах с людьми, а вот, может быть, несколько слов о новых песнях, и, в частности, вот о той песне, премьера, которая состоялась буквально на днях, с прошедшим, кстати, днём рождения, буквально недавним. Спасибо большое. Поздравляю. Спасибо. Ну, что ж, эта песня, как раз-таки сейчас, когда нас закрыли в последний раз, на этот локдаун месячный, когда в 8 часов вечера она будет строго дома, ну, как-то мне стало очень грустно, потому что я такой человек достаточно активный, и вечера, ну, не сидится мне дома, у меня всегда, ну, что-то происходит. И тут, как бы, получается, заперли дома, но, опять-таки, во всём ещё плюсы свои. И я просто засела на студии, все дела отмелись, и получается, что каждый день можно вечером сидеть и посвящать время музыке. Конечно, родилась грустная мелодия, но она очень быстро родилась, и тут же слова. Ну, вот, как раз-таки получается, что эта песня и была создана вот в этом таком заперти. Ну, называется она «Ты напиши». Да. А о чём эта песня получилась? Вот «Крик души»? Ну, так-то она о любви, конечно, но я там призываю просто людей поменьше спать и побольше радоваться жизни. Ну, так, если вкратце. Ну, что же, мы тоже... Хочется пожелать побольше радоваться жизни, очень хочется верить, что следующий год он что-то изменит в нашей вот этой серой, скучной жизни локдауна, вот, коронавирусной. И мы увидим и новые концерты, услышим новые песни, будет больше возможности общаться с публикой. Всё-таки, ну, вот, надеемся, что всё дело идёт к какому-то завершению этой пандемии. Вот, хочется пожелать новых успехов, новых песен, новых, может быть, каких-то творческих коллабораций вот с артистами, чтобы появлялись новые какие-то, может, совместные проекты. И всех благ. Песня «Ты напиши» вот сейчас прозвучит, наверное, в нашем эфире. Это будет первое вот её исполнение на радио «Болтком». Тамара Рудковская, наша латвийская исполнительница, сегодня была у нас в студии. Спасибо большое. Спасибо большое.